Как такое могло случиться? Если говорить о правилах, о законе, о логике, то никак. Если говорить о России, то, если честно, событие ожидаемое. Алексей был с самого начала под очень большим риском. И я вот сейчас вижу сообщение, что власти Ямала-Ненецкого округа ни при чем, они не знали. И ставится вопрос, могли ли спецслужбы добить Алексея безведом ИФСИН. Слушайте, спецслужбы ИФСИН – это одно и то же. Это вообще одно и то же. Самая главная служба в составе ИФСИН – это оперская служба. Всегда главный начальник после начальника, на самом деле реальный начальник, зам по безопасности и оперативной работе. Оперативники ФСБ, оперативники МВД, следаки, кто угодно, особенно оперативники ФСБ, чувствуют себя в этой системе, ну, как у себя дома. Конечно, они приезжают, уезжают, когда хотят, в общем, делают, что хотят. И это считается не то, чтобы нормальным, а это считается вообще главной функцией службы – вербовать, узнавать, собирать показания. Считается, что это вот все самое главное. Я не верю в то, что для Алексея Навального были созданы специальные условия для того, чтобы он умер, и вот он умер. То есть вот это вот все, да, были созданы специальные условия для того, чтобы было как можно хуже, но мы действительно, мы же с вами видели Алексея вчера. И семья, мама видела его 12 февраля. Да, условия очень тяжелые, но он держался. Я совершенно убеждена, что, конечно, речь идет об убийстве. Когда ты говоришь, что это убийство, это убийство какое-то непосредственное воздействие, ты имеешь в виду? Да. Или это вот, что называется, заморили? Нет, я не считаю, что заморили. Я считаю, что это непосредственно было воздействие. Хотя бы по пресс-релизам в СИН. Они умеют убивать, они умеют скрывать следы, они все это умеют. Чего они не умеют, они не умеют читать и писать. И вот в первых же сообщениях в СИН там на самом деле было все совершенно понятно. Они сразу без вскрытия и без прижизненной диагностики поставили диагноз тромбоэмболия. Вот это сразу, это сразу, это сразу маркер. Об этом знаем и мы, знает это прекрасно и Анна Каретникова, которая тут же об этом написала, бывший сотрудник СИН, вы об этом говорили, да, что... Я у тебя буквально и прочитал, да. Этот диагноз тромбоэмболия говорит о том, что... Да, да, и разбираться мы не будем. Они это подписали. В общем, там действительно не очень много есть ума и навыков какие-то вещи скрывать более затейливо. Это маркер. Еще он мог упасть с лестницы, в принципе тоже, или внезапно остановка сердца. А вот, ну это то же самое, что и, в общем-то, что и тромбоэмболия. Ничто не предвещало. Я думаю, да, я думаю, что самое главное сейчас, конечно, еще и провести исследования независимые. Но я полагаю, что ни семье, ни никому это сделать не дадут. Как не дадут? Почему не дадут? Законных способов нет. Не давать это сделать. Но посмотрим, к чему они прибегут. И я думаю, что в любом случае в организме какие-то следы должны остаться. Конечно, его умучивали. Его умучивали, да. Его умучили совершенно сознательно. В ИК-6 Мелехова был один из сотрудников, собственно, по безопасности и оперативной работе, который делал это статистически и с особым наслаждением. Об этом рассказывали адвокаты. И поэтому, в общем, когда Алексей переехал в ХАРП, действительно, первое время ему было полегче, потому что не было этой сволочи. из ИК-6. Ну, собственно, вот такой же сволочи, второй, да, не нашлось. А нашлось что-то другое. Нашлось просто чья-то недруговшая рука. Оль, если это произошло так, как ты говоришь, что это было какое-то внешнее воздействие, кто-то непосредственно убил Алексея Навального. Был убийца или убийцы? Как ты полагаешь, зная реалии тюрьмы колонии, колонии особого режима, в которой содержался Алексей Навальный, сколько людей сейчас об этом знают? Вот знают от начала и до конца, что это было убийство, как оно произошло. Не догадываются, не думают. Я думаю, что вся страна так думает. Все люди так думают. Ну, там, я не знаю, кроме Тин Канделаки и тех, кто еще глупее. А все, я думаю, что думают, что так или иначе, заморить ли, заморив ли, значит, или непосредственно воздействовав Навального убили. Но сколько человек знают, что именно произошло, и как именно произошло, и кто могут быть эти люди? Давайте посчитаем. Это совершенно точно зам по безопасности оперативной работы, работе колонии, совершенно точно. Это начальник колонии. Это, я думаю, врач, по крайней мере, начальник медсанчасти. Если он не знает, не был в курсе, собственно, операции, но ему точно сказали, что скрывать, что именно. Это кто-то из местного управления ФСБ. Я думаю, человека два, наверное. Собственно, начальник у ФСБ и какой-нибудь его либо зам, либо толковый опер. Извините за слово, толковый. У которого есть какой-то мозг. Ну, и кто-то в Москве. Кто-то в Москве, который, кто дал команду, уже хватит. Уже надо заканчивать. Надо заканчивать то, что начали летом 2000 года. Команды отбоя не было. Ну, то есть это, по меньшей мере, есть несколько свидетелей, которые рано или поздно смогут дать показания, если доживут. Не меньше пяти человек, но я думаю, что кто-то из них, если не все причастные к убийству на месте, я не говорю про московское какое-то начальство, руководство, а вот местные исполнители, они, конечно, исчезнут. Как, помните, поисчезало сколько членов этой команды, которые травили Навального непосредственно. Оль, а как ты полагаешь, население, ну, в смысле заключенные, которые находятся сейчас в Харпе, они понимают, что произошло с человеком, который находился рядом с ними? Ну, как, кто как? Я думаю, что, конечно, все равно понимают. Но меня, на самом деле, удивляет, что выбран такой способ. Такой способ, все-таки я думала, что это будет в какой-нибудь драке заключенных, да, какая-то поножовщина, еще что-то такое. И я думаю, такого человека искали, тем не менее, искали, и такой тоже метод. Почему-то не получилось, почему-то пошли по другому пути, видимо, все-таки не захотели еще одну лишнюю звену. А так, я думаю, да, и заключенные, кто поумнее или кто поопытнее, конечно, тоже понимали прекрасно. И люди, которые будут выходить потом из ИК-3, они, конечно, должны быть предметом нашего очень пристального с вами внимания. А как ты полагаешь, вот когда Навального последовательно из одной колонии отправляли в другую, и в конце концов он оказался на особом режиме в Харпе, это был сознательный путь? В смысле, его сознательно туда вели, специально туда отвозили? Или это как раз для того, чтобы... Ну, мы много версий, чтобы ему затруднить общение с адвокатами, чтобы он на волю поменьше слал, чтобы ему потруднее условия сделать и так далее. Короче, была ли колония в Харпе, как ты полагаешь, назначенным местом для убийства Алексея Навального? Ну, теперь я думаю, что да. Хотя, опять же, я, честно и честно, ставила на то, что всё случится на этапе, во время того, как людей всегда всех теряют, и просто, возможно, у них не получилось, или решили всё сделать в Харпе. Да, очень далеко. Очень далеко, концов не найти. Всё-таки ковров слишком близко, слишком близко к Москве, слишком близко ко всему. Ну и плюс ко всему, всё-таки, обратите внимание, что случилось с адвокатами. То есть они сначала убрали адвокатов, трёх человек, двоих объявили в розыск. Перед тем, как их убрали, мы с вами понимали, что... Вот сейчас понимаем, да, не сразу, что они снимали сверху встречу, все встречи Алексея с адвокатами. И, конечно, это запрещено, потому что это адвокаты, а это подзащитные адвокаты. Конечно, эти встречи должны быть абсолютно свободны от прослушки, проглядки и так далее, от люстрации. Но ведь было возбуждено дело по терроризму, и теперь эта проглядка вся была через ОРМ, оперативно-розыскные мероприятия. Вот, собственно, почему, да, в ОФСИН самая главная служба – это оперская. И почему, если когда-нибудь, когда-нибудь Россия доживёт до реформ, и в том числе реформы пенитациарной системы, она уже, прежде всего, чего убрать оттуда совсем, это оперов, никаких оперов в пенитациарной системе. И, да, это всё было сделано ради того, чтобы вообще убрать адвокатов. Всё-таки три адвоката, сидит двое в розыске, это, понимаете, мы сидели бы пятеро. Они сидят замурованные в Хлёвском централе и без всякой информации. И я думаю, что решение по ним будет принято тоже очень жёстко. Я надеюсь, их не убьют, но во всяком случае, во всяком случае, я думаю, они получат очень большие сроки. Очень большие сроки. И то, что сейчас будет происходить, тоже очень опасно для всех. Я полагаю, что должна приехать Юлия Навальная. Ну, как я сказал, слово «должна» – это очень плохое слово, она на своём ничего не должна. Ожидается, скажем так, ожидается. Она, судя по всему, приедет. Я, например, за неё очень волнуюсь. Я за неё уже сейчас очень волнуюсь, как это всё будет сделано, в каком виде отдадут Алексея, как всё будет дальше. И очень важна, конечно, сейчас международная реакция. Да, понятно, что это сейчас первополосная новость. Понятно, что сейчас глава государств делает заявление. Всё это понятно, но дело в том, что политзаключённых в России становится всё больше и больше. И то, что Владимир Карамурза, Алексей Горинов, Илья Яшин, многие, многие, Лиды Чанышевы, очень многие люди, очень многие люди находятся... Ну, вот это реально смертельная опасность. Что ещё нужно сделать, что ещё нужно сказать, чтобы было понятно, что опасность смертельных убивают. Андрей Пивоваров должен сейчас выйти в начале марта из тюрьмы. И как бы это не было тем же случаем, что и с Азатом и Фтаховым, которые, напомню, задержали тут же и отправили дальше сидеть. Если это... Если убийство... Убийство, конечно, Алексея Навального ограничится всё только заявлениями. А всё-таки я напомню, что Байден в 21-м году говорил, что если с Алексеем Навальным и случится что-то подобное, то будут приняты там беспрецедентные какие-то жёсткие ответные шаги. Интересно, какие. Интересно, какие, что они могут сделать с Путиным. Который... Мы видели работу Камилевского пола. Он знал. Он знал. Если не одновременно с нами, ну, скорее всего, раньше нас. Скорее всего, раньше нас. И ему не хватило чувства, ну, я не знаю, опасности или чувства приличия не делать такую довольную ружу. А ружа у него была довольная. Думаешь, что-то изменилось? Ну, ты знаешь... Ты знаешь, просто... Ну, какое-то глумление, да, и особо цинизм. Оно... Такое поведение никого не красит. Я понимаю, что Путину вообще наплевать на всех. Ну, в общем, людям больно. Людям больно. Тут, опять же, чат волнуется. Вообще, могут ли не выдать тело, в принципе? Нет, не могут. Не могут. Потому что некоторые думают, что если человека признали экстремистом и террористом, то и тело могут не выдать. Ну, мне задавали такие вопросы. Я видела, что раз он в базе Росфинмониторинга, то как вот тело могут не отдавать. Опять же, по закону, по закону родственникам надо выдать на захоронение тела. А как они сделают на самом деле, мы не понимаем. Мы не понимаем. Но в любом случае тело не может пропасть. Хотя всё может быть. Завтра мы всё будем знать. Может быть, завтра. Тут спрашивают, а могут адвокаты промурыжить до понедельника? Сегодня суббота. План крепость. Могут. Могут, конечно. Конечно, могут. Там, в принципе, вопрос, могут ли они в России сделать, ну, что-нибудь, да, всё что угодно. Дальше можно подставить и говорить, могут. Могут ли они убить Навального? Конечно, могут. Они его убили. Могут ли они убили? Могут ли они убили? Могут ли они убили?